Наш спонсор White Cheese from Шуковка. Производитель сыров с белой плесенью, бри и камамбер мирового класса. Уважаемые садоводы, вот перед нами ящик сальвии. Блестящий. Мы провели пикировку. После пикировки у нас все растения прижились, потому что сальвия хорошо переносит пересадку. У нее появились новые листья. Это вторая пара настоящих листьев уже получается. И третья пара уже появляется. В этот период можно провести подкорку рассады сальвии. Подкорку мы будем проводить минеральными удобрениями, водорастворимыми обязательно, которые рекомендуется для сальвии. То есть в состав у них входит азот, фосфор и калий. И обязательно микроэлементы, которые стимулируют цветение растений. Это горбан, дэн, мармин, марганец. Подкорку корневую проводят. Когда растения сальвии хорошо прижились, это прошло примерно 10-14 дней. Подкорку мы будем проводить корневую. Для этого мы на литр воды возьмем примерно 5 граммов нашего удобрения. У нас здесь пол-литра, это 2,5 грамма. А на 10 литров воды берется столовая ложка или 50 граммов. Вот примерно столько берем на пол-литра. Растворяем наше удобрение. Обязательно тщательно перемешиваем. Выпускаем его для подкормок растений цветочных. Затем наш раствор мы перебиваем в лейку. Почва здесь не должна быть сухой. Подкормку обязательно и корневую, и вне корневую. У нас корневая проводят по влажной почве. Раствор поливаем из лейки между рябками, чтобы раствор равномерно распределился по всей поверхности почвы. На отдельное растение у нас попал раствор, поэтому рекомендуют сбрызнуть сверху чистой водой, чтобы не было ожогов растений. Вот так можно сверху порушать чистой водой. Подкормку корневую желательно провести утром или вечером. Только не в обеденные часы, не когда яркое солнце. Значит, утро провели где-то до 11 часов и обязательно провели вот такое рашение чистой водой. Или вечером. Но на листьях, где попал раствор, тоже нужно и вечером вот так порушать чистой водой, чтобы не было ожогов. Следующую подкормку проводят примерно через 14 дней. Тоже можно провести этим же удобрением. Или другими, которые рекомендуются для цветов. Тогда сальвия быстрее будет расти, развиваться и быстрее даст нам цветоносный побег. Что необходимо, чем раньше мы получим цветущее растение, тем оно быстрее подходит для посадки на постоянное место, на клумбы, в горшки или куда мы будем планировать высаживать это растение. Уход также обязательно осуществляется. Это в поливах, в рыхлении между рядей рассады сальвии и поддержание температурного режима. Сальвия – это светолюбивое растение, и хорошо растет на светлых местах. Поэтому и рассаду сальвия ставят ближе к солнечному месту. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и смотрите новое видео.